Я рад приветствовать всех, кто следит за афишей Мариинского театра или Мариинских театров. У нас три больших площадки. Мы сейчас занимаемся, как нам кажется, немаловажным делом. Возвращаем спектакли, которые не шли год-полтора, а то и два. А в моем случае, под моим управлением, некоторые из них не шли и года три-четыре, и пять. Спектакли, которые приобретали здесь постоянную прописку, шли достаточно часто, стабильно, окрепли. Потом был этот вынужденный перерыв. И надо сказать, что кое-чем мы довольны, кое-что требует продолжения, вот этой реконструкции, если хотите, реставрации, бережные спектакли. Но есть одна главная радость. Все выдающиеся российские певцы сейчас здесь. В России, особенно в Санкт-Петербурге. Это дает возможность нам вливать новую кровь в спектакли, которые знакомы миру и на протяжении 10-15 лет, а то и чуть ли не 20 лет, как в случае спектакля «Леди Магницинского уезда». Не ощущается, что спектакль принадлежит другой эпохе, потому что Шостакович живет по-прежнему в наше время. Ничуть не устаревают ни его идеи музыканские, ни его театральные. Могучие ощущения этой драмы, трагедии, страшной трагедии, если говорить о музыке. И Лесков вообще в этом театре почитаем, потому что произведения «Радиона Конституции» и «Шестрина» тоже во многом опираются на могучую русскую литературу. И очарованные странники, левша, здесь спектакли, которые тоже приобрели постоянную прописку и наполнены литературно-музыкальным, соединенным богатством. Я думаю, что они будут идти и будут восстановлены, будут востребованы. Отдельно хочется сказать о выступлениях Елены Стихиной вчера. Если говорить о дебютах, Кридзолтемнис – это важная, или даже одна из важнейших ролей в этой опере. Хотя опера справедливо называется «Электро», но там нет маленьких ролей. Если там четыре важных роли, они все крупные, без какой-либо из них эта опера стала бы более однообразной. Хотя, безусловно, это выдающееся произведение Рихада Штрауса, Елена Стихина впервые для себя пела «Кридзолтемнис» и сделала это, как мне кажется, своей очередной большой удачей. Мы продолжим эту работу. Я думаю, что спектакль вернет еще более интересные краски и инструментальную мощь, вокальную мощь. Это сильный спектакль. Сегодня спектакль «Ладима Меценского уезда» принимает роль, работу Екатерины Семенчук, еще одна абсолютно выдающаяся солистка Мариинского театра, которую знают во всем мире. Несколько неожиданным было заговорить где-то 3-4 месяца назад о том, что мы могли бы показать такую работу. Одна из ведущих певиц сегодня в мире, едва ли не ведущая Меценского сопрано в мире, вдруг замахивается на роль сопрано, драматического сопрано. Да еще в такой невероятно напряженной вокальной, актерской гамме, сочетании всех совершенно полных вызовов и качеств для любого певца в мире. И петь обладателю великолепного, роскошного меццо-сопрано, партию высочайшего порядка сопрано-репертуара. Это необычно. Но то же самое происходило недавно и в спектаклях «Макбет». Это и здесь, в Петербурге, и в Москве, в зале «Зарядь» мы показывали «Макбет». Там тоже ее удалось блеснуть. Надеемся еще дважды, трижды даже в этом сезоне выйти на сцену Мариинского театра и превратить этот спектакль «Леди Магбет» в достойное сейчас такое событие, чтобы никому не пришло в голову думать, что этот спектакль уже живет более двух десятилетий, 25 лет, как я уже сказал, и в чем-то устаревает. Поэтому и хор, великолепный коллектив хоровой у нас, оркестровый, мы приведем это в состояние, в котором этот спектакль бывал лучшей в свои дни. Я также хотел бы сказать совершенно отдельно о том, к чему сейчас готовится весь коллектив Мариинского театра. Это касается и оперной труппы, и балетной труппы, и огромных коллективов хорового и оркестрового. Вся эта коллективная мощь, труппы огромного Мариинского театра, вот в ближайшие три дня, 4, 5 и 6 апреля, будет подчинена одной, как мне кажется, великолепной задачей и ее воплощению в жизнь. Мы посвятим три дня Игорю Федоровичу Стравинскому. 6 апреля 1971 года он ушел из жизни. Великий русский композитор, который прожил здесь первую треть своей жизни, вторая, третья, в основном принадлежала Европе, третья Америке. Как сам говорил Игорь Федорович, у меня слог русский, он говорил уже перед уходом из жизни, он продолжал думать по-русски, он продолжал слышать по-русски, и мы здесь, в Мариинском театре, находясь в 25 метрах от подъезда, в который и его родители входили, он вырос вот здесь, прямо на театральной площади, многократно бывал здесь, в историческом здании Мариинского театра, в котором мы сейчас находимся. Мы не можем воспринимать это как один из поводов в огромной галерее великих композиторов, а это и немцы, и французы, и австрийцы, и итальянцы, и, конечно, наши великие русские композиторы. Мы готовы на приношение и достаточно серьезное любому из тех, кто подарил нам возможность наслаждаться их операми, или балетами, или симфонией. А как известно, Федор Иванович Стравинский был ведущим басом, которым восхищались великие русские композиторы. Ему посвящали и Петру Ильича Чайковского, и Николай Андреевича Чайковского самые лестные слова, отзывы. Вот у меня в кабинете, здесь в Мариинском театре, оригинал, великолепное фото Петра Ильича Чайковского и его рукой подписанное в дар Федору Ивановичу Стравинскому. Так получилось, что Мариинский театр захоронил. Такой ценнейший экспонат, и он сейчас, скажу честно, украшает мой кабинет. Дело не во мне совсем, а в театре, которым я руковожу. А напротив этого портрета, портрет Николая Андреевича Римского-Корсакова, который свой портрет, опять же оригинал его, своей рукой надписав, преподнес оркестру императорского оперы, оркестру Мариинского театра, который дал жизнь многим, большинству его опер. Я считаю, что три дня в начале апреля – это первый крупный шаг, а потом за этим последует еще несколько новых постановок. У нас идут, я думаю, около десяти балетов Стравинского. Это, наверное, больше, чем какой-либо другой театр в мире. Я не могу сейчас отслеживать все, что происходит от Новой Зеландии до Канады или от Финляндии до Южной Африки, но думаю, что в большей степени, чем какой-либо другой, Мариинский адрес сегодня и театр Стравинского, и театр Прокофьева, наверное, и театр Шостаковича, где еще идет и НОС, и звучат все 15 симфоний, и все инструментальные концерты. Мы все это записали, мы все это сняли, и сотни миллионов людей это видели. Даже вот в тяжелые месяцы, кризис где-то с 19 марта мы показывали все эти работы. Я не шучу, тут десятки, даже сотни миллионов людей могли убедиться в том, что эти авторы и есть, собственно. То главное, что отличает Мариинский адрес от любого другого театра в мире. Если мы покажем четыре великих русских балета, «Жар птицу», «Петрушку», «Весну священную» и «Свадебку», мы этим не ограничимся и покажем и «Пульчинеллу», покажем балет на музыку «Симфония в трех движениях», покажем «Игров карты» — это наши новые постановки. И у нас в работе уже и байка про лесу, очень забавное произведение, которое будет показано достаточно скоро, уже летом. И «Мавра» — короткая, великолепная опера Игоря Федоровича, и «Поцелуй феи» — более масштабная, более, может быть, даже серьезная, аталонная, если хотите, русская партитура Островинского, которая вдохновлена именами Глинки Пушкина, начнем с него, Чайковского. Надеюсь, что мы сможем вот таким образом удачно расширить наш репертуар. Но то, что прозвучит «Царь Эдип», мощная оратория Игоря Федоровича Островинского, прозвучит симфония псалмов. Тут достаточно часто звучала и симфония «Ц», симфония «Вдо», прозвучат и скрипичный концерт, и капричио Островинского. Многократно мы играли здесь, и совсем недавно в исполнении Данила Трифонова звучал здесь фортепианный концерт Островинского. Мы все это вернем в этом году не только нашему зрителю и публике здесь, в Санкт-Петербурге, но снимая такие концерты, мы опять же это сделаем в достоянии миллионов любителей музыки. Игорь Федорович, безусловно, почитаем во Франции, в Швейцарии, многое сделал в любой мировой столице, в любой европейской столице. Американцы по праву считают, что его жизнь невероятно тесно связана и с Нью-Йорком, и с Лос-Анджелесом, и вообще с Соединенными Штатами Америки, и с Культурной Жизнью там. К счастью, там сняты и таких съемок на несколько часов его размышления, его последнее интервью. Особенно для меня интересна его запечатлена, его беседа, его, если хотите, ужин, вечер какой-то с Набоковым. Это блестящая совершенно такая портретная зарисовка двух великих русских творцов. Но так уж получается со многими, что какие-то невероятные вспышки гения, какие-то исторические, даже скандальные, как в случае с премьерой весны священной в Париже, там заслуживает упоминание работы Васлова Нижинского и необычные костюмы, да еще необычная пластика, которую тогда не два русских гения обрушили, три, можно сказать, если читать Нижинского. К счастью, у нас идут и исторические постановки, и фокинские постановки, и постановка Васлова Нижинского, весны священной, и Бронислава Нижинской, свадебки. Все это сохранили. Это не значит, что мы не будем обращаться к услугам новых хореографов и заказывать им работы, опять же, с этими же партитурами, бессмертными партитурами. Они часто звучат и в концертах у нас. Вот, тем не менее, с 4 апреля здесь, в Петербурге, и 6 апреля будут по нескольку спектаклю день, а также 5-го два концерта мы дадим в Зале Зеления в Москве. Это будет такой первый крупный шаг в этом году. Затем в рамках фестиваля Звезды Белых Ночей и, конечно, уже в конце года мы обобщим этот год Стравинского 2021, каким бы он ни был в мире, и пандемия может вносить, к сожалению, какие-то свои дальнейшие коррективы. Не хотелось бы, чтобы это коснулось нас, но мы этого не исключаем, во всем мире этого не исключают. Но ничего не может остановить в этом плане наши планы, и наши твердые намерения почтить тех великих русских композиторов, которым Мариинский театр обязан, едва ли не всем. И наш недавний приезд в Тихвин стал великолепным свидетельством того, что это надо делать смело, решительно, не ждать каких-то особых приглашений, просто брать на себя и делать это. Я очень счастлив, что рядом с домом, в котором родился и жил Николай Андреевич Емска-Корсаков, прозвучала его великолепная импера «Ночь перед Рождеством». Постановка, декорация, костюм удивительным образом пришлась очень как-то, я не могу сейчас говорить, ко двору, но как-то она великолепно прожила дважды своей жизнью на сцене Тихвинского дворца искусств, дворца культуры. Удивительно, но это так. Театр на 860 мест. У нас не каждый крупный региональный центр имеет такие театры. С большим опозданием, но фестиваль, посвященный Римскому-Корску, довольно крупный. Если учесть, что мы взяли туда огромное количество выдающихся певцов, лучшие силы наши оркестровые, хоровые, и дали там три огромных концерта, спектакля. Поэтому дважды был спектакль, еще один концерт. При большом стечении публики, я думаю, что нам были по-настоящему рады и очень благодарны, в конце концов, тысячи людей, потому что три события и стали основой первого фестиваля на родине Римского-Корска. С большим наслаждением наблюдаем сейчас за тем, что происходит и в оперном, и в балетном мире, если хотите, в Алиинском театре, потому что это именно большие, огромные миры, несметные богатства, собранные там, и мы будем делиться этим богатствами. И с регионами, которые дали миру, и Глинку, и Мусорского, и Рахманинова, Чайковского. Гораздо проще в данном случае нам в Петербурге почтить Шостаковича или Стравинского. Здесь Араньенбаум совсем рядом. И Петроград, которым родился Дмитрий Шостакович. На спектакле сейчас его сын, кстати, Максим Дмитриевич. Вот мы очень дружим с ним. И Бородин. В Москве можем вспомнить Александра Николаевича Скрябина. Вот эта великая золотая десятка. Ну, может быть, надо говорить о потрясающих именах. И Лядов, большой художник. И Балакирев, и Танеев. Но весь музыкальный мир, весь, повторяю, музыкальный мир сегодня, не задумавшись на секунду, не считал бы странным крупное, мощное посвящение любому из имен, о котором я говорил. Каждый из них заслуживает громадного фестиваля. Мы поучились и в Зальцбурге, и в Байроэте мы выступали на фестивале Берлиоза. Великолепный фестиваль. В небольшом очень. Это даже не городок. Фестиваль великолепный. И дом, в котором родился Берлиоз, тоже меня почти потряс. Но сейчас пришла пора делать это нам самим. И мы это можем делать не хуже, а с точки зрения собственных ресурсов лучше, чем кто-либо. Вот с этими словами я хотел бы пожелать всем удачи, здоровья, берегите себя. Мариинский театр широко открыл двери уже для всех, даже для детишек, если они приходят с родителями. И они более-менее сейчас защищены, даже в сложное наше время. И мы для них готовим программы, которые напомнят им, в какой стране они родились, в какой стране они живут, какую страну они могут любить, какой страну они могут гордиться. И вот эта золотая десятка постоянно, каждую неделю, будет об этом напоминать. Здесь, на всех сценах Мариинского театра.